добрый день на библейский портал экзагет поступил вопрос если праведная жизнь защищая человека от бесовских козни и бед что почему святые жили трудно и подвергались бесовским нападкам такой винегрет винегрет собран в одно предложение здесь надо четко разделять ну хорошо я перефразирую попробую это предложение таким образом если у меня нет вредных привычек значит я никогда не умру и никогда не буду болеть отсутствие вредных привычек не избавляет меня как человека физиологические не от старости не от болезненности ну конечно проблем с будет меньше но тем не менее да такая это смешная на на ум поговорка вспомнилась кто горит не курит и не пьет тут здоровенько помрет поэтому я думаю что никакого отношения к праведникам верник их жизни их способ быть я не имеет потому что надо здесь сразу разделить праведная жизнь она не защищает человека ничего у нас даже это не написано нигде не прописано что безгрешная жизнь даст тебе блаженное на существование на этой земле ну и вторая часть моё предложение это почему святые жили так трудно подвергались бесовским нападкам процесс духовного роста он к сожалению большому без страданий практически невозможен вот мы сейчас вернулись с тех мест где атеистов и неверующих людей практически нет за ленточкой там где бойцы видят жизнь и смерть очень близко и все отношения очень реальные там всякие глупости типа атеизма они вылетают из головы и не мучают людей все понимают что есть бог что я жизнь что есть молитвы людей за них и всю реальность духовного бытия не оценивают а жизнь там по поверьте не очень сладко если даже люди там не голодают но тем не менее страдание не хватает так и у святых понимаете когда человек начинает страдать он начинает по-другому молиться вот когда человек близко подходит к границе жизни и смерти он начинают по-другому молиться вот и не просто по-другому читать молитвы он будем по-другому начинается воспринимать Бога, и поэтому в некотором смысле страдания нам нужны, и физиологические страдания полезны человеку. Как кто-то из святых сказал, не полезно монаху, говорит, лечиться, а только подлечиваться. Вруси Оптинский по этому поводу тоже говорил о своём физиологическом состоянии. Если бы не оно, то по-другому же пришлось общаться с Богом. Поэтому жизнь святых, трудная и проходящая в скорбях, она, по всей вероятности, такая же трудная и скорбная, как жизнь мирских людей, потому что семейная жизнь – это тоже крест очень тяжёлый. И жизнь подвижников, она тоже связана с какими-то определёнными тяжестями. У кого-то физическими тяжестями, у кого-то с бесовскими нападками, но тем не менее это процесс страдания, процесс очищения и процесс духовного роста. Поэтому если вы собираетесь жить праведной жизнью в надежде на то, что эта праведная жизнь вас избавит от каких-то бесовских нападок и страданий, я хотел бы вас разочаровать, но хотел бы вас упокоить в том, что ни один волос с вашей головы без воли Божией не упадёт. Аминь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok